Как отметил глава города, открывая совещание, события исключительные. Впервые планерка проводится в Зимнем театре. Причина, конечно, в количестве приглашенных горожан для обсуждения важных вопросов, главный из которых подготовка к 9 мая, несанкционированные свалки, санитарное состояние придомовых территорий и сброс канализационных стоков в ливневую канализацию. Что касается последнего, то для курорта это принципиальный вопрос. Все канализационные стоки должны попадать в локальные или городские очистные сооружения, а не в море через ливневые коллекторы. Это требование уже не городских властей, а природоохранной прокуратуры. Главный инвестор Сочи – отдыхающий. Он должен получать морские ванны в чистой воде. Иначе мы его потеряем, подчеркнули на планерке. Не меньше имидж курорта зависит и от санитарного состояния городских улиц, в том числе и придомовых территорий. Заострил на этой теме внимание глава города всех присутствующих. С момента подготовки к играм ситуация с мусором во дворах изменилась в худшую сторону. Не все у нас богатые люди. И не могут они нанимать, скажем, управляющие компании за большие суммы. Но у кого рук нет, управляющая компания делает уборочку, но капитальную уборку делайте в субботу. И в этом должны принимать участие все. Потому что, честно говоря, мне самому неприятно, когда приходишь во двор, там работают наши чиновники, дворы вычищают, а жители на балконах стоят бессовестные. Но так же нельзя. В Сочи, как и по всему краю, объявлен двухмесячник по генеральной уборке. Это касается не только улиц, придомовых территорий, подъездов, зеленых зон, но и кладбищ. Особенно захоронение ветеранов Великой Отечественной войны. Муниципалитет призвал всех прийти на погосты и убрать на могилах своих родственников преддверии Пасхи и Родительского дня. К этому времени будут отремонтированы все подъездные дороги к кладбищам. На эти цели город выделил 12 миллионов рублей. Помимо этого, до конца августа под каток попадут еще ряд улиц. Попадают под этот ремонт. Ремонт улицы Пятигорская Хостинского района города Сочи. Ремонт улицы Адаевского Лазаревского района города Сочи. Ремонт съезда с улицы Искра Хостинского района. Ремонт съезда с улицы Дарвина Хостинского района. Ремонт съезда с федеральной трассы А-147 в поселок Кудепста. Ремонт съезда с улицы Сухумское шоссе на федеральную трассу А-147 Хостинского района. ремонт на участке автодороги по улице Сухумское шоссе в районе дома номер 39 Хостинского района и ремонт автодороги по улице Дарвина. На эти работы в бюджете заложено 39 миллионов рублей. Что касается несанкционированных свалок, то все они сейчас обследованы. За ними ведется наблюдение мониторинговыми группами. И, как выяснили в муниципалитете, главная причина в таком положении дел – это небольшие компании, которые оказывают услуги по вывозу мусора. Проверки показали – предприятия заключали договора со своими клиентами на объем, в разы превышающий договоры с мусоросортировочным комбинатом. Излишки как раз и оказывались на обочинах дорог и в зеленых зонах. Сейчас по всем фактам проводятся проверки. Нарушители ждут многомиллионные штрафы и уголовная ответственность.